Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья. Большой привет всем, кто смотрит и слушает первые и единственные в России телеканалы синхронные обещания в ФМ-диапазоне, телерадиоканал Страна.ФМ. Меня зовут Александра Хайрулина. Это программа «Лучшая в стране». Здесь только лучшие из лучших. Послушайте-ка сюда, дорогие мои. 3-4 ноября в Манеже, Спартак, состоится турнир артистических команд из 16 регионов нашей страны «Артфутбол России-2019», посвященный 90-летию со дня рождения вратаря Льва Яшина. Я невероятно рада, потому что у нас сегодня в гостях музыкант, композитор, лидер группы «Зочи» и сорганизатор фестиваля «Артфутбол», президент футбольного клуба «Старко». Не останавливайте меня, Юрий Президент, нового подельщика в стране России, Юрий Давыдов. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Это вы уже серьезно или идем на стройку? Это все ом, уже в любом эфире, мы уже работаем, конечно. А где камера? Ваша камера вот напротив одна, вторая, сверху пять, сбоку, здесь со всех сторон сейчас направлены. А где лучше выглядеть? Глаза и уши. С какой стороны? Глаза, уши. Понятно. Значит... Спасибо, что пришли. Да, все, что вы сказали, чистая правда. Впереди серьезное мероприятие. В очередной раз. Уже, я пыталась подсчитать, в двадцать восьмой, что ли, получается? Нет, 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 нет. Вот здесь мы уже перепутали. Двадцать восемь лет это... Старко, комментирует. Да, со дня... Ну, это... Двадцать восемь лет существует футбольная команда артистов России Старко. Так. С девяносто первого года. Вот, очень интересно она создавалась. Первый наш матч пришелся на девятнадцатый августа девяносто первого года. Фу, ну... А, не девятнадцатый август, да? В день путчи. Вот, прямо вот нам везло, как утопленникам. Мы сразу преодолели самые страшные барьеры. Это было в Питере. Вот, тем не менее, матч состоялся. Это был единственный акт неповиновения, да? То есть, там же запретили все общественные мероприятия. Конечно. Но в городе Пушкин это было не в самом городе. То есть, мы этот матч сыграли. И этот день вошел в историю, как дата рождения нашей команды. Значит, что... Через год уже матч случился в Москве, насколько я знаю. Не, ну, там уже пошло много матчей. Значит, собственно говоря, мы создавались по образу и подобию итальянской команды. То есть, когда подняли занавес железный, да, и мы получили возможность общаться с нашими зарубежными коллегами, друзьями. А вдруг мы узнали, что, оказывается, у итальянцев уже много лет существует такая команда. Причем нехилая. Там и Джани Моранди, и Пупо, и Рикардо Фоли, и никому еще неизвестный Ромацотти. Это была хохма, когда они приехали 1 мая 92-го года в Лужниках. Вот был наш первый международный матч. То есть, все корреспонденты там Пупо, Пупо, Пупо. И Ромацотти никому не нужный. Стоял в сторонке. Бочком-бочком. Покуривал. Ну, уже где-то, да, уже через год он стал и в России тоже суперзвездой. Мы до сих пор с ним поддерживаем отношения. Мы, когда он приезжает в Москву, общаемся, смеемся, вспоминаемся это. Вот, значит, мы оказались хорошими учениками у итальянцев, да, и пошли намного дальше. То есть, вот в 2001 году мы в первый раз пришла в голову идея. И в 2007 году нам удалось осуществить такой небывалый проект. Вот этим руками могу похвастаться. Не только мы, конечно, всеми моими коллегами и друзьями. Мы сделали то, чего не было никогда. В мире. В истории человечества, да. Мы провели чемпионат мира среди артистов. И с тех пор он проводится регулярно. В будущем году будет проходить в десятый раз юбилейный. Так, значит, следующий год юбилейный. Будем готовиться уже к грандиозной. Это всемирный. Это всемирный. То есть, приезжают 16 стран. Ну, серьезные страны. Бразилия, Аргентина, Парагвай, Перу, Япония, Корея. Израиль и Иран у нас участвуют вместе. Это кстати говоря. Ну, не говоря про Англия, Германия, Италия, Голландия и так далее, и так далее. Мы к этому уже готовимся. А с прошлого года, в прошлом году при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных отношений города Москвы, мы проводим аналогичный турнир среди регионов России. Он, правда, немножечко в меньшем формате. Это мини-футбол. Проводится он в два дня, но тем не менее, очень интенсивно, очень классно и очень, я бы сказал, безумно весело. Вот в этом году он пройдет третьего-четвертого в манеже Сокольники. Значит, первый день мы играем в футбол. Параллельно с матчами, там посреди поля стоит подиум, значит, на котором параллельно с играми все артисты выходят и поют или там что-то. В общем, показывают себя с профессиональной стороны. Значит, и четвертого числа у нас будет совершенно уникальное мероприятие. Я, кстати, тоже вот сколько читал, я не видел аналогов. Это будет «Вишенка на торте», то, что называется. Это будет «Галла-матч» сборной лучших игроков турнира против команды, составленной исключительно из знаменитых вратарей. То есть будут только вратари российские и зарубежные. Вот, начиная от Анзора Ковазашвили, который встанет в ворота, несмотря на свои 79 лет. Ну, прославленный легендарный вратарь из сборной СССР. Футболистов бывших не бывает, конечно. Он играл и делил место сборной СССР с Рябовым Ивановичем. Вот, до тех, кто недавно завершил карьеру. Филимонов, Нигматуллин, Овчинников. Ну, в общем, приятно много вратарей из бывших СССР. Футболистов, Габелия, Юркус, Ордобаев, Курбыка. Ну, для тех, кто в теме, эти имена. Но я знаю, что у вас молодежная. У нас и молодежная, а также их родители и детей. А также их родители. Даже приедут с Украины три вратаря Сивуха, Роменский и Ткаченко, чемпионов СССР. То есть, футбол вне политики. Футбол вне политики, всегда им был и всегда будет. Но я говорю, у нас на арт-футболе Израиль и Иран играют. Ну, это потрясающе. Вместе и здорово общаются. Еще же будет концерт, гала-концерт. Да, да, да. С участием звезд. После этого мы перейдем в театр Градского. Да, то, что я говорил, это будет манежа Спартака. Значит, вот этот уникальный матч начнется в 15.00. Вход свободный, приглашаем всех. Это очень классно. Потому что, ну, действительно, это будет классно. Я уже это просто предвкушаю. Значит, каждый из вратарей, значит, по регламенту матча, каждый из вратарей на пять минут должен будет встать в ворота. Вот. И чтобы мне переодеваться, времени не тратить, значит, будет кепка яшинская. И они будут друг другу передавать. Кто кепку одел... Тот следующий встает в ворота. Тот в вратарь, да. Вот. Будет даже игра... Мы пригласили для участия в матче Андрея Тихонова. Те, кто помнит, да, он, будучи капитаном Спартака, была ситуация, когда Нигматульна удалили с поля, и он встал в ворота и совершил вратарский подвиг. Там как-то матчи, по-моему, с Урсенборгом. Вот. Поэтому он тоже след свой оставил. Поэтому, значит, он тоже имеет право этому матчи принять участие. Ну, а со стороны артистов, ну, из... Ну, будет Маликов, Майданов, Зинчук, Пьер Нарцисс, Лоза, Боярский Михаил Сергеевич. Ну, в общем... Список-то серьезный, смотрю. Я вот сейчас на всех артистов. Ну, честно, мне кажется, Юрий, что-то свежей крови прям не хватает. Вот. Мне кажется, можно ее запустить туда побольше. В смысле молодежи? Да. Нет, почему? У нас будут молодые ребята, рэперы. Будет Богдан Белый, будет Денис Гладкий, будет, кстати говоря, но он не совсем молодой, но он один из основателей отечественного рэпа, Влад Валов, шеф знаменитый. Ну... То есть вы потихонечку запускаете? Конечно, конечно. Это свежий укрой, что называется. Как без этого? Не-не, естественно. Хотя, я вам скажу честно, вот сейчас стало труднее омолаживать состав, потому что, когда Старко только собиралась, да, вот в 91-м году, вот это было поколение там ребят, музыкантов, да, которые так или иначе все прошли через футбол, через двор, через лагерь, через секцию, через школу, через... И вы же очень часто в своих интервью рассказываете, что и группа Зочи, это тоже, собственно говоря, и музыку, и футбол как-то параллельно развивало. А у нас это было с этим очень строго. Ну, гастроли были длинные, не как сейчас, и для поддержания формы, и для поддержания, как ни странно, климата хорошего в коллективе. 11.00, что бы ты ни делал ночью. Выспался, не выспался. Выспался, не выспался. Спал ли вообще? Или нет? Один спал, или там... Да, или что? Вот. В 11.00 будь добр. Не дай бог опоздал, штраф. Так что это было поставлено. Шикарные времена были. Шикарные времена. Вот, да, и Лоза, и Валера Сюткина, и все вот... Ну, поэтому вы до сих пор такие красавчики, остаетесь с ними. Раньше были молодые и красивые, а сейчас просто красивые. Лучшее в стране. Продолжается программа, друзья, и завтра будет официальная пресс-конференция, на которой для всех журналистов, для всех СМИ, печатных, вещающих в ФМ, в телевидении, будет официально раскрыта информация, все подробности. О, касаемые арт-футбол России 2019, замечательного спортивного мероприятия, которое случится в Москве в ближайшие выходные. А в эфире телерадиоканал «Страна ФМ» прямо сейчас абсолютно эксклюзив. У нас в гостях Юрий Давыдов, музыкант, композитор, лидер группы «Зочи», организатор фестиваля «Арт-футбол», президент футбольного клуба «Старко» и так далее, и так далее, и так далее. Много чего есть перечислять. Юрий, я очень хочу, чтобы мы с вами рассказали вкратце. Ведь в футбольный клуб «Старко» на сегодняшний день не только артисты входят, да? Там, по-моему, есть какая-то часть, часть немножко там политиков и чуть-чуть... Нет, значит, в команду «Старко»... Да, помогите разобраться. Входят только артисты. Только артисты. Просто мы в свое время проводили очень много матчей, и, так сказать, в том числе и благотворительных, и всяких таких вот выставочных с командой правительства России «Росич», вот, и иногда вот для подобных мероприятий мы используем название двойное «Росич-Старко». То есть за нас играют и Аркадий Дворкович, и Александр Жуков, и Александр Новак, и кто только не играл, и Шойгу, и Лавров, и Мутко в разное время. Хороший, хороший такой составчик. Да, очень приличный. Ну, это действительно, это очень ценно, когда люди, работающие на таком уровне, тем не менее, находят время. Как попадают артисты в состав команды? Получают ли они приглашение, либо они как-то сами подают заявки? Да, по-моему, бывают. Проходят ли какие-то они испытания, тестирования, не знаю, может быть, нормы ГТО сдают? Отбивают мяч? Да нет, нет, нет. И платите ли вы им зарплату, что тоже вот очень и очень интересует. Кого интересует? Я думаю, что всех. И может быть, даже тех артистов, которые подумают, пойти по мне так, подрабатывать. О времена он равый. Вот все начинается с того, что платим моим зарплату. Нет, хочу кого-то обрадовать, кого-то разочаровать. Никаких зарплат у нас не существует. Значит, люди играют в футбол для своего удовольствия, для поддержания спортивной формы, для, ну, в хорошем смысле, для дополнительного промоушена, потому что у нас бывают очень яркие и хорошие акции. Другое дело, что если мы, допустим, выезжаем куда-то в регион или в города, и там вместе с матчем мы проводим концерты, это уже профессиональная деятельность. Да, то там этот вопрос уже... Ну, не каждый же может, артист, оказаться в группе Старко. Все-таки, не знаю, каким-то, может быть, он должен данными обладать. Да, в первую очередь он должен быть хорошим человеком. Так. Плохие у нас не уживаются, честное слово. У нас много лет в команде есть люди, которые, ну, скажем так, футболисты так себе или же совсем не футболисты, но за счет внутреннего душевного драйва, они играют огромную роль в команде. Это, допустим, композитор Гриша Гладков, пардон, заслуженный деятель искусств Григорий Васильевич Гладков, ну, все знают его шедевры типа «Пластилинного ворона». Конечно, конечно. И так далее, и так далее. Это Александр Шевченко, который тоже корнями из группы Зодчия, вот, но в футбол он играет очень относительно, но он много лет в команде, потому что вот он душа. Душа команды вот вокруг него. Это правда, да, Саша может. Очень, конечно. Он очень светлый, да, конечно. Конечно. Наш хороший друг. Поэтому критерии совершенно разные. Вот у нас сейчас очень много ребят играет киноактеров, там, от Марата Башарова и Димы Харатьяна, ну, тот же Боярский, например, да, но он сейчас, конечно, уже играет реже по возрасту, но третьего-четвертого он будет. Он будет настраивать фестиваля спортсменов, давать установки. Ну, Боярский, наверное, человек, который на 300% соответствует вот фестивале «Ортбол», да, он музыкант. И я же болельщик. Он актер, и он, ну, в общем-то, наверное, один из самых заметных, вот если брать внешнюю сторону, людей в нашем футболе, да, вот он без шарфа зенитовского и черной шляпы ее представить уже в принципе невозможно. Это правда, да, невозможно. Насколько насыщенная жизнь у команды Старко на сегодняшний день? Есть ли какие-то определенные, я не знаю, тренировки, сборы, назначенные на год, расписание? Конечно, да. Раз в неделю мы собираемся, даже не секрет, могу сказать, по средам в 11.00 на стадионе «Красная Пресня». Вот, ребята абсолютно доступные, если кто-то хочет прийти, пообщаться, никто никогда не откажет ни в общении, ни в автографе, ни в фото. То есть работа ведется постоянно, на самом деле, и это не просто встретились в день матча назначенного? Нет, нет, перед чемпионатом мира, вот начиная где-то с марта, это все происходит гораздо интенсивнее, вот, мы готовимся каждый год, и в этом году мы второй раз стали чемпионами мира. Ну, вы подумайте. Да, да, да. Здесь просто бурный аплодисменты. Нет, нет, вот здесь… Это может нам вообще с профессиональным футболом надо завязывать и все вкладывать именно в развитие артистического футбола. Нет, ну, я говорю, что шутка в сторону, это был очень драматичный финал с командой Аргентины, на секундочку, вот, мы сыграли 1-1, и по пенате мы выиграли 5-4, причем у нас же по регламенту могут играть 2 ветерана футбола настоящего, и за Аргентину играл, ой, я сейчас не сумму, у него фамилию, он несколько лет играл за Сатурн, аргентинский футболист, и именно он промазал пенальти. Вот так бывает в футболе. Нет, конечно, здесь ты так слышишь, когда ты радуешься этому, да, что промазал. Вот так бывает в футболе, и вот, да, ну, мы вынуждены этому радоваться, потому что благодаря этому промаху мы стали чемпионом мира. Если немножко пробежаться по планам, вот, ближайшим, все понятно, 3-4 ноября здесь у нас, значит, регионы России, а, кстати, в команды из регионов также будут входить местные какие-то артисты, известные, да, там телерадиоведущие и прочее. Конечно, 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 там тот же Питер, там, ну, команда строится вокруг Боярского и Сергея Мегицко, вот, там есть такой актер известный, ну, я думаю, что знают его люди. Там та же команда, например, Екатеринбург, она строится вокруг Александра Пантыкина, это легендарный музыкант, лидер Урфинджуса, кто помнит. Ну, вот, тот же Омск, там, солист театра опереты Иван Викулов, киноактер известный Александр Алешкин, футболист Дмитрий Сычев, между прочим. В общем, да, да, в каждой команде есть, конечно, свои звезды, а уж там-то они точно все известны. Конечно, конечно. Про тех, кого мы знаем. А это значит, да, и болельщики приезжают все автобусами, не знаю, всеми поездами, самолетами, поток, какой в Москву устремляется. Ну, по крайней мере, те, которые живут в Москве, вот, диаспора этих регионов, они, конечно, в массовом количестве посещают. Дорогой Юрий. Да. Почему же вам в голову не пришло организовать женскую футбольную артистическую команду? Это вы грустно очень вздохнули. Вы думали, а не получилось? Кого считать женщинами? Вот в этом вопросе подвох? Нет, 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 я думаю, как-то несправедливо. Есть такой уже успех у нашей в Москве сборной. Ну, я боюсь ответить честно в прямом эфире на этот вопрос, чтобы у вас не было потом неприятностей. Была есть создать женскую команду из мужчин. Ну, из мужчин. Из мужчин. И, я по-моему... И женщин. Я по-моему, уже лисмин говорю. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Продолжается наш эфир. Друзья, Юрий Давыдов у нас сегодня в гостях. Лидер группы «Зочи», организатор фестиваля «Артфутбол», президент футбольного клуба «Старко». Мы с вами собираемся на турнир артистических команд из 16 регионов нашей страны «Артфутбол Россия-2019», 3-4 ноября. Идем все в Манеж-Спартак. И там и болеем, и смотрим. И получаем колоссальное удовольствие. Слушаем концерт, слушаем исполнителей. А также у нас есть возможность попасть с вами на гала-концерт потрясающий, да? Там же тоже есть у всех возможность оказаться, приобрести билеты в театре «Градский холл». Ну, единственное, что там количество меня все-таки ограничено. Ну, естественно, конечно. Надо поторопиться. Поторопиться, да, естественно, поторопиться. Так-так-так-так-так. Вот я смотрю, у нас список замечательной нашей команды, которые выйдут биться с регионами, что называется. Серьезно, друзья. Вот вижу, например, тоже Дмитрия Маликова. Вы, если вы давно не видели, может быть, ни разу не видели его в спортивных трусах. Трусы, кстати, правильно же я говорю, да? Что у меня вылетело с головы? Это бутсы, значит, что у всех атрибутик. Иракли, прецхалавы, конечно, все мы знаем. Денис Майданов. Но вообще любопытная история. Очевидно, что у музыкантов, конечно, гастрольный график, в общем-то, очень хороший. И находить время на это, тем более, что мы выяснили, никакой денежки за это не переводится абсолютно. Только респект, уважение, честь, хвала и так далее. И тому подобное. Юрий, ну а вы мне скажите, дорогой, вы не подустали еще от этого всего? Ну, как-то уже много лет я не к тому, что дело такое неинтересное. Или постоянно новые какие-то интересные проекты возникают, и это не дает вам топтаться на месте? Ну, мы все время что-то придумываем. Вот в этом году матч со сборной вратарей. Это интересная история, да. Это совершенно новая история. Я вот листал, я не нашел аналогов даже в мире, вот если честно. Вот такая будет очень смешная штука. Что касается, вот вы сейчас перечислили, да, я вспомнил о том, что у нас уже в команде были целые династии, да. У нас и Маликов старший играл, Юрий Федорович много лет, и Дима. Ну, а Газмановы были у вас? Газманов был в самом начале, в самом начале, но потом, ну, как-то вот он... Отошел. Не прижился у нас, ну, или мы у него, как угодно, вот. Тот же Пантыкин, тоже он приезжает с сыном всегда, и там, по-моему, уже внуки на подходе, вот. Нормально, классно, нет, не устал, не надоедает, ну, конечно, уже играть труднее, но, слава богу, есть кому играть. Но все равно вы ходите периодически на футбольную волю? Выхожу. Ключевое слово, выхожу. Выхожу. Хорошо. Что дальше? Понятно, вдруг кто-то заинтересовал. Выхожу на поле и стою на воротах. И руковожу процессом. Туда, сразу, сюда. Бежим туда. После этого фестиваля, что ждет команда Старко и поклонников? У нас все время что-то происходит, потому что у каждого артиста происходит то выпуск альбома, то презентации, то съемки, то премьеры. Вот. Мы, конечно, всегда все вместе стараемся поддерживать. Там мы ходим и на спектакли, и на кинофильмы. Ну, если, так сказать, немножко отбросить скромности и разбернуть на себя, то 4 декабря мы все соберемся. И, кстати говоря, я приглашаю. Это будет уникальное событие. Значит, спустя почти что 30 лет, тоже не знаю такого аналога, собирается вновь группа Зодчия. Вот, друзья, здесь многие, я убеждена сейчас, что, 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 что за слово? Ну, правда, мне кажется, оно выходит уже из нашего лексикона, и подозреваю, что многие молодые из поколения Зодчия, школьники, они, может быть, даже и... Вообще, даже не знаю, со слова Зодчия. Расскажу, почему мы когда-то так назвались. Ну, во-первых, это были советские времена. Вот, мы работали на профессиональной советской эстраде, как она называлась, да? Вот, были достаточно серьезные ограничения. То есть, в основном были всякие ребята, сердца, гитары и голоса. Веселые, поющие, голубые. Кстати, это без фреклола. Конечно, конечно. Было действительно... Ну, это было время, когда слово «голубой» означало только цвет, да? Были голубые гитары, был голубой огонек. Если помните, да, был фильм «Голубой щенок». Не хочу играть с тобой. Но здесь не было никакого подтекста. То есть, а голубые береты, конечно. Да, да, кстати, да. Голубые каски до сих пор ООН существуют. Вот. И нам нужно было придумать название, которое, в общем-то... Ну, чтобы мы не были в ряду вот этих вот всех, кого перечислил. И в то же время, чтобы оно проходило их у совета и все. Вот. И слово «зодчи» нам понравилось. Оно, может быть, не очень... Ну, не самое яркое слово, с одной стороны, но по смыслу оно нам очень подходило. То есть, это строители-архитекторы... Это аналог слова «архитекторы», но архитекторы чего-то уникального. Да, да, да. Да, и если эти черемушки строили строители, то храм Василия Блаженова и Нотр-Дам строили зодчи. Вот такой смысл мы вкладывали. Ну, и не зря же вложили. Не зря вложили, потому что 80-е были лучшими и становились там периодически. Ну... И очень любимыми. Тут трудно говорить лучшими, да, это все равно. Ну, да. Что, то есть для огромной, многомиллионной армии поклонников со всего Советского Союза были лучшими? Были лучшими? Были очень популярными. В топе, как сейчас говорят. Да, 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 да. Это было. Вот. И, собственно говоря, наше эго и наше самолюбие не позволяют нам относиться к себе иначе. Мы к другому не привыкли и другими никогда не будем. Поэтому спустя вот много лет мы собрались сначала в шутку. Сначала мы даже избегали слова зодчи. Мы друг друга... У вас, кстати, везде в интернете прибавилась приставка «экс-лидер» группы зодчи. Ну, сейчас уже «экс-экс-лидер». Сейчас уже «экс-экс». То есть бывший «экс-лидер», теперь, значит, получается опять лидер. Снова лидер. Вот. Одно время мы даже в шутку называли друг друга злобной старикашки. И даже название у нас... Очень мило. Вот. Хотя, конечно, те, кто помнит зодчик, знают, что у нас все шло на контрасте, на парадоксах, мы очень веселые, очень добрые и, надеюсь, вовсе не старикашки. И совсем не злобные. Да, но потом нам стали крутить у виска, что, ребята, зачем вы забросили бренд, который, собственно говоря, у людей в памяти. Ну, он уже существует, конечно. Да, и, в общем-то, очень позитивно в памяти. Поэтому мы сейчас вот как-то вот, мы сейчас вот называем так, что группа зодчи в новом проекте «злобная старикашки». И, кстати говоря... Свет, простите, секундочку, я просто хочу сказать, что в разные годы же огромное количество музыкантов побывало в составе группы зодчи, да? И, понятно, уходили-приходили. Но среди них есть очень известный, это и Юрий Лоза, это и Валерий Сюткин, это вот Александр Шевченко. А еще был Александр Добрынин, который «Розовые розы» потом спел, потом был Валерий Анохин, который много лет лучший Иисус Христос, да, в одноименном спектарном театре, в одноименном опере театром совета. Вот, ну, были ребята. Ну, и сегодня-то кто в итоге в группе зодчи в проекте «Злобные старикашки»? Три человека из золотого состава, это Андрей Артюхов, гитарист, Александр Белоносов, клавишник, ваш покорный, и новый барабанщик Юрий Павлюков. Вот, ну вы неумолимо меня подводите к необходимости хотя бы одну песенку показать. Конечно, все, конечно, именно так. Но сначала я хочу показать вот этот вот диск, который у меня в руках находится. «Злобные старикашки» группы Зочи в новом проекте «Злобные старикашки». Да, ну, собственно говоря, вот я начал говорить, что 4 декабря в главклубе и будет презентация этого альбома. Альбом очень прикольный, вот честное слово. Десять треков. Мне очень нравятся названия, например, «Провод для шнура». Правильно я прочитала? «Провод для шнура», «Глядь», «Секс-драйв». «Глядь», «Секс-драйв», да, в общем... В десятом «Б» не слушали любые, ну... Московский «Факстрот». Московский «Факстрот». Все правильно. Мафия? Все очень знакомые слова, я так что думаю. Юр, мы вас очень попросим. И я так предполагаю, что это будет песня как раз из нового альбома. Ну, конечно же. Из проекта «Злобные старикашки». Ой-ой-ой. Сейчас. У нас тут небольшое разрушение небольшое. Рояль в кустах. Гитара появилась. Ну что? Туз петь, чтобы нас не думали слишком хорошо. Ну, спою, наверное, одну из самых хулиганских наших песенок. Называется она «Секс-драйв». Покорить Москву, ты давным-давно хотела, только я не бру. Все проходят первым делом «Секс-драйв». Первым делом «Секс-драйв». «Секс-драйв». Все проходят «Секс-драйв». Будут модные часы, будут уши со свечами, будут яхты и творцы. Кто же против? Но в начале «Секс-драйв». Здесь гарантии нет. И чужим словам не верят. Тачишь свой билет. Вот такая лотерея «Секс-драйв». Первым делом «Секс-драйв». Все проходят «Секс-драйв». Хочешь бутик на Тверской, хочешь съемки в сериале, хочешь Бензли голубой, кто же против? Но в начале «Секс-драйв». И сюжет простой. Если все пройдет успешно над твоей судьбой, я подумаю, конечно, «Секс-драйв». Все проходят «Секс-драйв». «Секс-драйв». Первым делом «Секс-драйв». Будут дождь с грозой, будут радости, печали. Я всегда с тобой, кто же против? Но в начале «Секс-драйв». «Секс-драйв». Немного сноровки и ты на рублевке. Немного сноровки, и ты на Рублевке Немного сноровки, и ты на Рублевке Немного сноровки, и ты на Рублевке Секс-драйв! Вот такая вот дурка Барси, друзья Группа Зочи, проект «Злобные старикашки» И что прям 4 декабря Секс-драйв грянет Обязательно, да Более того, 4 декабря будет еще одно уникальное событие На том же концерте Мы выступим Где-то с 40-минутной программой В золотом составе С Лозой, Сюткиным Мы по-прежнему очень дружим И ребята таким образом Поддержат нового проекта И напомнят о том, что группа Зодча В свое время была Я даже увидела вас там и Александра Маршала Среди приглашенных Ну это да, это будет Александр Маршал Будет Петер Фронеталер Из группы Из немецкой группы Фулсгад, но кто не знает Это автор и исполнитель Всемирного хита Лемон 3 Кстати говоря, у нас с ним очень интересно Даже не помнюсь Сказать, как мы с ним подружились В 13-м году он приехал На футбол Вместе с группой Ну нас представили друг к другу Петер, Юрий Ну как-то мы там с ним общаемся На моем английском Очень слабо Но тем не менее Как-то общаемся И вдруг он Я смотрю, что он Вставляет много русских слов Да В разговоре Причем я знаю, что он В ГДР никогда не жил Такой бундес-бундес Под Штутгартом Всю жизнь Я его спрашиваю Петер Откуда знаешь Столько русских слов Он говорит Юрий, понимаешь Я когда был маленький Мне бабушка Всегда говорила Петер Учи русский А не вернуться Я бы с ним После этого У него сразу влюбился И мы На сих пор дружим Он приезжает Вот он даже приедет Абсолютно бесплатно Просто вот Меня поддержать Ну и даже я думаю Что сможет конечно Практически уже пообщаться На нашем родном языке Со сцены За столько-то лет Который много слов Должен выучить человек Кстати говоря Если мы сильно Разозлимся И вам будет интересно Мы можем К вам пригласить на эфир Это интересно Он с удовольствием Открутится Приходите И ему есть что сказать Приходите Мы должны с вами что сказать Что эти диски чудесные Можно же будет 4 декабря приобрести Да Вот вы видите И еще Значит Каждый Каждый входящий На концерт Получит шляпу Очень стильно Наш атрибут Да Очень И в котором Значит будет Лежать Диск А тогда же Надо будет тратиться На сам диск То есть Это уже Это мы делаем Это мы делаем Такой вот Ну это очень круто Спасибо вам большое Подарок для Тех Вот мне диск уже перепал Шляпу придет С 4 декабря На концерт Я так понимаю Ну а что тогда Юрк Следующий План какие у Теперь группы Зочи С проектом Злобные старикашки Ну вот Поедем по регионам Я думаю да Сейчас вот Мы проведем Эту презентацию Я абсолютно уверен Вот так вот Отбросив скромности Что На этом альбоме Будет Достаточно Хитов Которые Дед мне попалось Ваше выражение Что Сейчас мало пишут Добрых Веселых песен Для взрослых людей А как вам кажется Все больше пишут Какие-то страдания Какие-то Так понимаете Какая штука Добрых и веселых Мало пишут Да Вот это такое Очень Ну реально А не простое Сочетание То есть Нагнать на человека Пускай даже Добрую смурь Это не фокус Спеть какое-то Смешное похабство Тоже не фокус Есть примеры сегодня Вот А вот Спеть Одновременно Доброе Веселое Ну вот например Можно да Давайте конечно С удовольствием Я хочу вас пригласить На чашку чаю Ой Господи Я хочу вас пригласить На чашку чаю А может не чашку А может не чаю Если утром вас Случайно Повстречаю Весь день скучаю Хожу Мечтаю Вам удобно будет В мягком кресле Сидя А может не в кресле А может не сидя Мир у ваших ног И в самом лучшем виде Завязки в миде Дом во Флориде Так Ах так Что не так Вот так Так Ах так Что не так Вот так Я хочу Остаток жизни Встретить с вами А может не встретить А может не с вами Если с вами Счастье яркими Лучами Цветят цветами Взойдет над нами Я не помню Сколько выпил Чашек чаю Пил не из чашек И видно не чаю Но сегодня Дочке год Я отмечаю Всю же Всем все прощаю Души не чаю Так Ах так Что не так Вот так Так Ах так Что не так Вот так Ну как это так Это просто Спасибо вам большое Знаете, что я подумала Вот такие песни Нужно обязательно крутить Наверное Нашим всем футболистам Потому что Слушает вот эти песни Группа Старко Артистическая футбольная команда Поэтому нас ждут победы И у нас есть победы На чемпионатах мира По футболу А эта песня Кстати, как называлась? Вот так Вот так Вот так То же самое все Группа Зочи В новом проекте Злобные старикашки Друзья мои Идти нужно 4 декабря Непременно Главкарин концерт Да? Правильно площадку называем? Я думаю, что Все, кто придет Скажут вам спасибо Ну, это правда Это очень мило Это очень тепло И с потрясающим чувством юмора Я вот хохотала За что вам огромнейшее спасибо, Юр Спасибо вам за нашу встречу У нас, к сожалению, все осталось Полторы минуточки Буквально Поэтому Мне хочется еще раз Чтобы мы с вами позвали И пригласили всех В Манеж Спартак На потрясающий турнир 3-4 ноября Праздники Выходные Всей семьей Нужно отправляться Это будет очень весело Это будет очень весело Конечно Футбол Для артистов Это 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 В первую очередь Повод Всем собраться Всем Повалять дурака В хорошем смысле Вот Порадовать и себя И зрителей А есть же какая-то атрибутка Которая тоже продается Командой Старкой Или еще нет Шашка, футболочка Форма вот эта Есть футболки Есть книжки Есть диск Да-да-да-да-да-да-да-да-да И фан-клуб Я думаю надо организовать Большой фан-клуб Прям Мы готовы с кричалками сопровождать группу Старко по странам и городам. Нам хватит одной страны ФМ. Спасибо большое. Я буду рад, если вы за это возьметесь. Кстати, почему нет? Спасибо вам большое, Юрий. Как здорово. Нам много есть, что обсудить. Или вместе мы за это возьмемся. Вы все это обязательно возьмете. Спасибо большое, друзья. Всем здоровья. Здоровья и хорошей музыки, да? Юрий Давыдов у нас в гостях был. Не грустите, мы еще увидимся. Обязательно. Не раз. Спасибо большое. До встречи на Артфутбол России 2019 на потрясающем футбольном матче. До встречи. Спасибо.